Здравствуйте, мои дорогие друзья, ценители, обожатели, уважатели, почитатели, любители и, конечно, профессионалы дачной жизни. С вами проект Деревня Лайф, ведущий этого проекта Сергей Гончаров, собственно, это я. И у нас с вами рубрика, которая полюбилась вам, которая, в общем-то, стала действительно значимой в вашей жизни. Это рубрика «Народный дегустатор». Первая часть обзора про Кока-Колу, в общем, действительно наделала немало шума. И комментарии пошли, и сообщения мне в личку пошли. Ну, это приятно, это радует. Спасибо большое, что пишете. Но я чувствую, что мы не закончили. Не закончили, потому что бутылочная кола – это неплохо. Я бы даже сказал, это хорошо. Это действительно история, это действительно вкусно, но баночная кола, ребята, это абсолютно отдельная философия. Именно поэтому сегодня мы будем с вами сравнивать. Сравнивать Кока-Колу в банках. Есть у меня, конечно же, оригинал. Есть у меня Кока-Кола, которая называется «Волчок». Есть у меня Кока-Кола «Фанки-манки» кола. И есть еще какая-то кола, которая называется «Бубл Вэй». Вот мы будем, собственно, сегодня сравнивать баночную колу с оригиналом. И выясним, какая же Кока-Кола в банке самая вкусная. Итак, первая кола – это, конечно же, оригинал. Давайте ее откроем, послушаем, как звучит при открытии. Да, и попробуем, конечно же, оригинал. Ну, этот звук вы ни с чем не спутаете. Мы можем попробовать. Ну, вкус этот вам знаком. Прекрасная кола. В меру сладкая, в меру кислая, в меру газированная. Мне нравится. Ну, еще бы она мне не нравилась. Теперь мы будем пробовать следующую. Это волчок. Значит, размер. Размер банок абсолютно одинаковый. Причем вот здесь вот даже вот уголочки они сделали примерно такими же. Да, поэтому, в принципе, вот помести надпись вот Кока-Кола и там волчок, да, и практически не отличи. Значит, вот, давайте попробуем теперь открыть волчок. По звуку плюс-минус то же самое. А теперь самое интересное. Теперь мы будем сравнивать. Значит, сразу могу сказать, что волчок проигрывает. Во-первых, он более сладкий. Он более сладкий. Он менее газированный. Он, вот, он не такой вкусный. Он, значит, кислинки в нем нету. Не играет вот эта вот история с газами. Ну, это, конечно, видно, что это пародия. То есть, при том, что банки сделали похожие, да, а, ну, в общем, не добились истории. Фанки-Манки. Извините, я ее уже открыл, поэтому... Фанки-Манки, кстати, похожа на классическую Колу. Но единственное что... Она, кстати, очень сильно похожа. Вот пока что вот эта вот история, она мне очень-очень отзывается. Да, Фанки-Манки, кстати, очень неплоха, хочу вам сказать. Баночная история хороша, ну-ка. Да, да, по вкусу Фанки-Манки практически похожа. То есть... Ну, это, наверное, хорошая альтернатива. Пока это на первом месте. Так, теперь мы должны открыть Бабл Вэй Кола. Шуга 0 и 0 калорий. Открываем. А! Какая история. Ну... Ну, что я могу сказать? Ну, открыли. Это вообще не Кола. Это вообще другой напиток. Это абсолютно другой напиток. Я бы сказал, что к Кока-Коле это не имеет никакого отношения. Это совершенно другой напиток. Во-первых, когда ты пьешь, ты постоянно боишься, что ты обрежешь губу вот об эту штуковину. Потому что... Вот, послушайте. У меня такое ощущение, что вот острая. Сделано не очень хорошо. Вот эта вот история с банкой мне не понравилась абсолютно. Значит, давайте мы сделаем некий вердикт. Да? Значит, идет сначала, конечно же, оригинал. За ней идет Фанки-Манки. За ней идет Волчок. И вот в конце вот это вот говнище, которое Бабл Вэй. Значит, по вкусу могу сказать, что вот они идут вот так. То есть, Кока-Кола оригинал, потом Фанки-Манки чуть-чуть отстает, но по вкусу, да, плюс-минус то же самое. Волчок, ну, пойдет, конечно, с пивком, но сильно отстает. Ну, и вот эта вот история Бабл Вэй, она самая дешевая и никакого отношения к Кока-Коле не имеет. Таким образом, мы вынесли свой народный вердикт. Если вы с этим не согласны, то пишите, конечно, в комментариях, дебатируйте, дискутируйте. Я с вами тоже с удовольствием подискутирую. Ну, и я думаю, что вопрос с Кока-Колой у нас закрыт.